Девушки отдыхают Милые мои козлятушки, я иду в лес за пропитанием. Не открывайте дверь никому! Если волк зайдет в наш дом, он съест всех нас заживо. Но как мы узнаем, что за дверью волк? У волка грубый голос, а у меня голос ласковый. Значит, вы сразу узнаете его. Коза уже было направилась к выходу. Но тут вспомнила еще кое-что. Она повернулась к козлятам и сказала. Еще кое-что. Ноги у волка черные, а мои белые. Не беспокойся, мамочка! Мы сумеем постоять за себя! Мама-коза поцеловала своих козлят одного за другим и отправилась в лес. А тем временем волк наблюдал за домиком издалека. Он увидел, что мама-коза ушла, подождал немного, а затем подобрался к домику и постучал в дверь. Ме-хе-хе! Кто это? Козлятки, откройте дверь! Я ваша мама принесла для вас вкусную еду. Но маленькие козлятки сразу распознали грубый голос волка. Они закричали сквозь закрытую дверь. Ты не наша мама! Ее голос нежный и красивый! Ты волк! Ты нас не перехитришь! Волка очень разозлила то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мела и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. Мои маленькие козлятушки, откройте дверь! Это ваша матушка! Я принесла из леса еды для вас всех! Услышав нежный голосок, козлятки решили, что это их матушка. Они уже готовы были открыть дверь, но тут один из них закричал. Подождите! Давайте посмотрим на ноги того, кто стучит! Конечно же, заглянув в щель под дверью, козлята увидели черные волчьи ноги. Мы не откроем тебе дверь! Ножки нашей мамы не черные! Они белые! Ты волк! Волк ужасно разозлился и ушел ни с чем. На этот раз он пошел в булочную. Увидев перед собой волка, булочник удивился. Я стал вегетарианцем. Теперь я буду есть только печенье и булочки. Не дадите ли вы мне немного муки? Волк вышел с небольшим мешочком муки. Подойдя к домику козлят, он открыл мешочек и насыпал муки себе на ноги. Теперь его ноги были белые. И хитрый волк постучал в дверь в третий раз. Мои маленькие козлятушки, это ваша мама. Я принесла вам немного еды из леса. Покажи нам свои ножки, чтобы мы поняли, что ты наша мама. Волк показал им свои ноги, обсыпанные мукой. Когда маленькие козлятки увидели белые ножки, они поверили, что перед ними матушка, и открыли дверь. Но что же они увидели? Прямо перед ними стоял волк. Маленькие козлятки не знали, что делать. Они стали бегать по дому и кричать от страха. Не тратьте свое время, я поймаю всех вас. Один из маленьких козляток спрятался под стол. Другой под кровать. Третий залез в печь. Четвертый укрылся на кухне. Пятый прыгнул в шкаф. Шестой схоронился за шторой. Седьмой малыш залез в огромные часы на стене. Но щитрый волк был проворен и поймал их всех одного за другим, где бы они не прятались. Идите сюда, не убегайте. Я сказал, стойте! И только одного козленка волк не смог найти. Того, который спрятался в больших часах. Но волк был уже сыт и, прекратив свои поиски, ушел из домика. Недалеко от домика была поляна. Волк улегся под деревом и громко захрапел. Через некоторое время мама коза вернулась домой. Увидев открытую дверь, она поняла, что случилось что-то плохое. И закричала. Ме-е-е, козлятки! Сойдя в дом, мама коза пришла в ужас. Столы и кресла были перевернуты, шторы разорваны, подушки, простыни, одеяла валялись на полу. Мама коза стала искать по дому своих маленьких козлят, но не могла их нигде найти. Она звала их по именам одного за другим, но никто не отвечал. Наконец, она позвала по имени самого младшего козленка. И вдруг услышала тоненький голосок. «Мамочка, я внутри дедушкиных часов!» Мама коза подбежала к дедушкиным часам и достала оттуда козленочка. Маленький козленок, плача, рассказал о том, что приключилось с его братьями. «Волк пришел к нам, замаскировав свои лапы, изменив свой голос!» «Он съел всех моих братьев!» Мама коза была вне себя от горя. Она стала оплакивать своих маленьких козлят. Вместе с единственным оставшимся козленком она вышла из домика и направилась в лес. Вскоре она увидела волка, спящего под деревом. Он так сильно храпел, что даже в ветве дерева сотрясались от его храпа. Мама коза оглядела волка и вдруг заметила, что внутри него что-то шевелится. «Неужели мои детки у него в животе и до сих пор живы?» Тут у нее появился план. «Принеси мне нитку, иголку и ножницы!» Маленький козленок побежал домой, а мама коза тем временем собрала шесть больших камней. Через некоторое время маленький козленок вернулся с ниткой, иголкой и ножницами. Мама коза вспорола волку живот, и оттуда сразу выскочил один из ее маленьких козлят. Один за другим выскочили и остальные козлята. Все они были невредимы. Мама коза не могла поверить своему счастью, А козлятки радостно обняли маму. «Мамочка! Мама! Мамочка! 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 Ах, мои маленькие козлятушки! Вы живы и здоровы!» Мама коза набила собранными камнями живот волку, а затем, взяв иголку с ниткой, зашила его. Волк так крепко спал, что ничего не почувствовал и даже не шевельнулся. Мама коза и ее маленькие козлятки поспешили домой. Когда волк проснулся и встал на ноги, он понял, что у него очень болит живот. Он подумал, что съел слишком много козлят. Из-за того, что живот волка был полон камней, ему захотелось пить. Он пошел к реке, чтобы попить немного воды. С каждым шагом волка камни в его животе бились друг об друга. «Мой живот такой полный и тяжелый, как будто козлята, которых я съел, превратились в камни». Он наклонился, чтобы попить немного воды. Но из-за того, что камни были очень тяжелы, волк потерял равновесие и упал в воду. Волк кричал о помощи, но никто ему не помог. Камни сделали волка очень тяжелым, и вскоре он ушел на дно реки. Увидев, что случилось, мама-коза и ее маленькие козлятки побежали к реке. Волк погиб! С этого дня коза и ее козлята больше ничего не боялись и жили долго и счастливо в своем уютном домике в лесу. Жила-была на свете маленькая девочка. Ее звали Красная Шапочка, потому что была у нее любимая накидка с красным капюшоном. «Дочка!» «Что, мамочка?» «Я испекла вкусное печенье. Отнесешь корзину с печеньем нашей бабушке?» «Конечно, отнесу!» Красная Шапочка взяла у мамы корзинку и пошла к домику бабушки. «Дочка, будь внимательней по дороге. Иди по тропинке». «Доченьки через лес и никуда не сворачивай». «У Красной Шапочки было замечательное настроение!» «Мама говорила, что в лесу живут зайчики, а их нигде нет». «Почему?» «Ой, какие красивые цветочки!» «Сейчас я соберу букет для бабушки». «Красная Шапочка начала собирать цветы и ушла далеко от тропинки. И вдруг услышала, как кто-то рычит». «Девочка испугалась, даже выронила корзинку с цветами». «Ой! Ах!» «А волк наклонился и начал собирать печенье обратно в корзинку». «Он все собрал и дал корзинку Красной Шапочке». «Спасибо». «Куда ты идешь, девочка?» «Я иду к бабушке. Она живет на другой стороне леса в желтом домике. Мама испекла печенье и я несу его бабушке». «Понятно». «Меня зовут Красная Шапочка, потому что у меня есть накидочка с красным капюшоном». «Хорошо, Красная Шапочка. А знаешь, что я придумал? Пойду-ка я предупрежу твою бабушку, что ты скоро придешь». В этот момент раздались выстрелы и волк убежал. Красная Шапочка осталась одна. Тут она поняла, что ушла с тропинки и заблудилась. Она начала плакать, но в этот момент подошел к ней охотник. «Девочка, что ты делаешь здесь одна? В лесу опасно. Здесь живет злой волк. Я никак не могу его поймать». «Красной Шапочке было так стыдно, что она не послушалась маму и ушла с тропинки. Что про волка она совсем забыла». «Я иду к бабушке. Мама испекла печенье, и вот я несу бабушке угощение». «Давай-ка я тебя провожу». И пошли они вместе. А в это время злой волк уже подходил к дому бабушки. Он постучал в дверь. «Кто там?» Волк заговорил голосом Красной Шапочки. «Это я, бабушка, Красная Шапочка. Я принесла тебе печенье, которое испекла мама». «Входи, внученька». «Входи, внученька». «Очень скоро пришли к дому бабушки охотник и Красная Шапочка». «До свидания, Красная Шапочка. Передавай привет своей бабушке». «Хорошо». «Красная Шапочка постучала в дверь и услышала голос бабушки». «Кто там?» «Это я, бабушка, Красная Шапочка». «Дверь открыта, внучка, проходи». На одну секундочку Красная Шапочка засомневалась. Голос бабушки показался ей необычным. «Наверное, бабушка болеет, и поэтому у нее такой хриплый голос». «Красная Шапочка пошла». «На кровати лежал волк, который надел бабушкину пижаму и очки». «А чтобы девочка его не разглядела, он выключил свет и зашторил шторы». «Спасибо тебе, внучка, за то, что ты пришла навестить больную бабушку. Подойди-ка поближе, чтобы я могла тебя лучше видеть». «Давай же, подойди еще поближе». «Что-то странное было в бабушке». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие длинные руки?» «Это чтобы покрепче тебя обнимать, внученька». «А почему у тебя такие большие уши?» «Это чтобы тебя лучше слышать». «А почему у тебя такие большие глаза?». Это чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы кушать с удовольствием. И тут волк спрыгнул с кровати и подбежал к красной шапочке, чтобы съесть ее на ужин. Помогите! Ты не моя бабушка, ты злой серый волк. Помогите мне срочно! Охотник, который еще не успел уйти, услышал крик девочки и поспешил на помощь. И спас красную шапочку. Наконец-то я тебя поймал, злой волк. Попался? Спасибо вам большое, дядя охотник. Не за что, красная шапочка. Но в следующий раз лучше иди навещать бабушку вместе с мамой. Ага. Бабушка и красная шапочка сели пить чай и кушали печенье, которое испекла мама. А потом нужно было идти домой. Красная шапочка шла по лесу, напевала веселые песенки. И вдруг опять увидела волка. На этот раз он подметал тропинки в лесу по совету охотника. Он увидел красную шапочку, и ему стало очень стыдно за все, что он сделал. Красная шапочка простила волка. Она пошла домой и смотрела за зайчиками, которые больше не боялись серого волка. И весело прыгали по лесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова